Да. Алло, здрасте. Добрый день. Хотела спросить про скейт-площадку и что на неё уже деньги собираются с 21-го тому же года. И опять субботник провели для того, чтобы собрать деньги на скейт-площадку, а скейт-площадки всё так и нет. А представьтесь, пожалуйста. Ольга Викторовна. А фамилия ваша? Шейко. Адрес ваш, пожалуйста, скажите. Ну сейчас я в Минске проживаю, но в Слуцке, родом из Слуцка. Минский адрес называется? Да, говорите. Ну город Минск. Проспект Машерова. Дом 118. Квартира 3. А телефон ваш, пожалуйста. 29-код. Да. 390-62-86. Так, скейт-площадка интересует. Значит, те, которые деньги собирали прошлый год на скейт-площадку, уже сделано на сегодняшний день основание. Его сделали в прошлом году. Основание заасфальтировано с ограждением, с освещением, прилегающим благоустройством. Закуплена часть оборудования. Вот. И на оставшуюся часть оборудования собираются деньги на субботники, который был районный 8-го числа. После того, как деньги перечислят, докупаем оставшееся оборудование и площадку будем открывать. А сроки можете назвать конкретные? Ну, то есть, когда уже? Ну, примерно перечисление, как правило, после субботника, ну, в течение месяца полутора перечисляются деньги только. Поэтому изготовление порядка 20-30 дней занимает оборудование. Это месяца два с половиной. Я думаю, что к 3 июля мы должны ее открыть. Угу. То есть, к 3 июля. Скажите, а те, которые деньги собирали, они все были потрачены именно на вот это вот благоустройство? Угу. Ну, мы, когда будем открывать, мы распишем, сколько денег было потрачено, сколько собиралось на каком субботнике. И в Служском крае статью и открыть, и полностью распишем, отчитаемся, так сказать, перед людьми за потраченные деньги, которые собирали на субботниках. Угу. Ну, еще это, спрошу тогда про туалет. Вы, наверное, видели, да? В парке, да. Да, в парке. За него кто-то ответственный? Ну, я понимаю, что не то, что новый строит, но уборку какую-то делают вообще. ЖКХ ответственная. Значит, ну, выставляем. Парк работает у нас сезонно. И строит там платный туалет, и он просто не будет окупаться, затратить. Так не надо строить, а приборку сделать, уборку. Ставиться будут на сезон биотуалеты. Прорабатываем вопрос для того, чтобы нанимать организацию специализированную, для того, чтобы занимались уборкой именно этих биотуалетов. Основной этот туалет, будем рассматривать вопрос вообще о его сносе, потому что мы прекрасно понимаем, что он уже устарел. А вот эти вот, что вокруг, ну, там же есть кафешки, там всякое, можно зайти, так это, как думаете, пустят вообще в туалет, ну, с ребенком сходить? Конечно, да. Никаких проблем. То есть у нас, в принципе, во все заведения пускают по просьбе, никаких проблем не возникает. Плюс у нас в городе, город не такой большой, у нас есть большой туалет, это в центре, это в маяке, в торговом центре. Есть прилегающие кафе, есть административное здание, значит, на городском стадионе, туда тоже можно обратиться. Пустят, никаких проблем. Плюс в парке, когда работает стадион городской, значит, всегда открыты ворота на территории городского стадиона, тоже имеется туалет. Нет, ну, я просто думала именно про то, чтобы за ним просто ухаживали, не то, что других нету, а чтобы просто такое в центре не стояло, потому что страшно. И еще хотелось, может, вы подскажете, а стоимость этого проекта, этой скейт-площадки, она какая? Я вам сейчас, честно, не скажу, нету такой цифры у меня под рукой общей стоимости, потому что было уже несколько субботников, мы поднимем эти данные, тогда опубликуем, потому что не хочу вас... Так в газете можно будет найти и стоимость проекта, да, и сколько там собрали? Да, 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 да. Хорошо, тогда будем ждать 3 июля. Ну, хорошо бы было пораньше, потому что дети бы уже катались, вот сейчас тепло, уже сезон начинается. Да, да, согласен с вами. Ну, уже будем открывать в комплексе, будет все готово, откроем в комплексе. Плюс мы приступили уже к демонтажу старой детской игровой площадки, тоже планируем построить игровую площадку в парке для детей, она будет прилегать к скейт-площадке, выделенная из бюджета 450 тысяч. Хорошо. Все, спасибо, тогда ждем скейт-площадку. До свидания. До свидания, спасибо.